с чего начать самое первое и главное условие это сильный уровень если я торгую в пробой то я смотрю следующую картинку то есть что я жду я жду что цена ударится в уровень сформирует точку остановки и уйдет в какую-либо коррекцию чем скажем так сильнее уровень в плане если мы ударились отошли без ложного пробоя то это я считаю чистый уровень и его торговать понятнее всего то есть нет никаких возможных там заходов за уровень и не нужно отслеживать то есть если мы заходим далее в пробой то нужно будет последить за этим лаем там ложного пробоя чтобы не остановили в очередной раз зона под уровнем была чистая оцениваю запас хода если если были ложные пробои до то именно глубокие либо были какие-то движения там v-образные уровни буду по то есть под уровнем под торговым какие-то v-образные уровни где цену останавливали то есть я оцениваю вот это расстояние между точкой входа возможной и той точкой куда можно потянуть если есть какие-то ложные пробои которые были до то до хвостов ложных пробоев в идеале когда . образованная на снижении . остановки в идеале когда здесь вообще пустота то есть когда инструментом ни разу не был то движение при заходе за уровень может быть импульсом и потащу далеко далеко и процентом соотношений по профиту соответственно значит первое условие это уровень образованной точкой остановки . излома тренда чем сильнее мы упали сверху тем лучше далее я жду откат и повторный подход к уровню то есть будь то ближний ретест либо цена встает в какое-то накопление третий вариант это после коррекционного движения возможен вторичный подход в идеале если он будет также без ложного пробоя то есть будет повторное касание либо совсем не глубокие ложный пробой и тогда я жду следующих условий повторный отход от уровня не должен в идеале перебивать высоту первых первичного отката тогда после второй коррекции скажем так на меньшее расстояние отхода и третьим подходом к уровню я буду ждать пробой то есть в данном случае будет формироваться поджатие кто технический анализ изучал наверняка заприметили такие фигуры торговые как треугольники значит для определения так ну скажем так возможности точки входа очень важным условием будет являться закрытие недалеко от уровня второе условие затухание волатильности то есть если на отходе у нас большие бары первичные там подход ну точнее он будет уже вторым но вот в этом движении чем ближе мы к уровню тем я больше буду ждать затухание волатильности то есть если у нас этот бар на отходе большой следующий поменьше третий еще меньше четвертый меньше и вот это вот будет вообще идеальная ситуация для возможной сделки так как всегда будет возможность при затухании волатильности поставить короткий стоп а короткий стоп обеспечивает большее соотношение профита к стопу и скажем так быстрее можно перейти в безубыток либо закрыть часть сделки не удерживать уже остаток там половину либо четверть на средний срок то есть это вот та формация которую я наиболее часто торгую бывают свои нюансы конечно но именно вот чистые вот эти вот уровни чистое движение какие-то они будут наиболее скажем так понятные и наиболее легко именно торгуемые в моменте то есть если мы ждем выход за уровень то здесь скорее всего будет импульс и вот этот выход за уровень ниже если мы смотрим шарты должен сопровождаться импульсом если то есть опять таки здесь два варианта развития событий если на мелком таймфрейме есть какая-то на торговочка на некотором отдалении от уровня с которой происходит резкое сваливание в такую сделку и не полезу я буду смотреть если вот такая ситуация то буду ждать ретест и если мы здесь держимся то есть либо здесь проявление лимитного какого-то участника который не пускает выше уровня либо касание уровня и тогда это будет торговля именно отбоя от уровня либо ложный пробой но опять-таки не на ходу если мы вышли я не буду ходить бай стопом я дождусь когда закроемся вниз здесь еще постоим 2 бара м5 и вот тогда можно будет заходить на продолжение со стопом за ложный пробой и с первоначальной целью скажем так на обновление лоя при пробое значит ну и скажем так идеальная ситуация это когда мы подходим к уровню опять-таки на затухание волатильности если вот здесь на мелком таймфрейм формируется поджатие тогда сел стоп для шорта либо бай стоп для лангов тогда там на неком на некотором отдалении от уровня за хайтом буквально 1 2 баров прячу стопик также он очень коротенький и стараюсь подержать значит покажу на примере вчерашней домашки вчерашней сделки значит монетка с тем x уровень 400 круглый уровень здесь есть сложный пробой двумя барами и коррекционное движение далее еще один подход и мы здесь не обновили хай и жмемся к уровню то есть в данном случае у нас хвосты вниз но наверх мы не идем вроде выкупает в моменте но наверх не вытаскивает то есть эта картинка с домашки на пятиминутном таймфрейме ситуация следующая то есть после ложного пробоя ну то есть здесь был пробой небольшой подход к уровню и дальнейшее движение вниз здесь не участвовал и вот такую дугу нарисовали выше уровня было касание и идет цена на подход подходят плавно скажем так еще из-за котировок далеких да получается цена пункта большая и бар такие квадратные но в принципе не смущает данный вид графика поэтому работаем значит ситуация следующая после того как мы подошли к уровню мы постояли отошли на некоторое расстояние не получили какого-то всплеска и ухода и пробили уровень после этого цена стоит под уровнем то есть я в данный момент жду либо какое-то движение вниз либо какую-то на торговку значит после того как цену вытащили над уровнем и не пошли наверх принимая решение что по 399 захожу сел стопом со стопом за вот эту на торговку то есть если здесь будет еще один ложный пробой потащить наверх я буду дальше ждать возможного обратного захода под уровень и опять таки какой-то формации для именно возможности постановки короткого стопа если начнет носить и уровень будет пилиться то просто инструмент уходит в сторону для дальнейшего разбора значит первичная цель остановочка 376 это как раз хвостик вот этого ложного пробоя сделку далее сходили сильно относительно ну и в процентном соотношении 12 процентов с цены входа и в соотношении ты как стопу здесь вышло 16 одному 16 к одному так как фиксирование было частично и получилось забрать примерно 7 к одному выходил вот так прошу прощения что скрин с телефона к сожалению не успел то есть . входа 399 на вот этом движении вниз зацепили и уже обратно откатка не было не повалились значит после импульса вниз чуть-чуть пофиксил так как опасался что ночью утащут пофиксировал часть для того чтобы обеспечить без убыток стопа если развернут и вытащить наверх потому что ночью следить к сожалению не могу значит с утра зафиксировалась по тейк профиту на уровне 376 часть но произошла частичная фиксация 50 процентов от входа дальше был небольшой откат закрыл еще часть тоже опасался что вынесут наверх и поставил стопик уже за вот этот вот эту на торговочку и потянуть на подальше посмотреть что будет происходить так как цена после ложного пробоя здесь был небольшой откатик но наверх не потащили и даже до этой торговки не дошли то принял решение поддержать еще на обновление лайов но и после движения вниз еще две фиксации сейчас осталось там порядка десяти процентов наверно от позиции и стопик стоит на уровне 376 если вытащат то как бы уже не страшно позиция в принципе отработала таки взяты поэтому можно попробовать подержать и делать красивых скринос с огромными процентами